доброго времени суток зрителям зачем гостем нашего канала с вами россии мы начинаем с вами играть хорошую добрую игру дальнобойщики вторые это я думаю не только моя любимая игра также любимая гора многих эта игра ассоциируется с детством с юношеством ну смотря сколько кому лет конечно и это как бы я считаю основоположник жанра для таких игр как 18 колес или таких игр как евро как симулятор второй в этой игре совмещено вещи гоночные принципе как симулятор потом симулятор вождения грузовика а также экономическая стратегия на построение бизнеса ну а также отличный саундтрек которая присутствует в игре я надеюсь что музыка будет не сильно перебивать мой голос но выключить ее тоже не могу потому что должно быть атмосфер ненько так конечно мне пришлось немножко постараться для того чтобы настроить игру просто так она не запускается потому что компьютер даже мой древний говно мамонта все равно оказался слишком сильным для этой игры поэтому пришлось установить программу т.г. буду увидите справа снизу меня есть и и описание этой программы что у меня случилось зеркалом а так а наш первый груз первая наша поездка значит включи далековато витамины нам ввести автомодели в горный тоже далековато приозерск ну вот или приозерска пересечки повезем или нижнегорск нет давайте наверно все-таки в приозерск повезем от лесничек и сейчас затем немножко назад так загружаем полный баг и погнали да как же много времени прошло когда я последний раз играл в эту игру помню у меня был еще лицензионный диск я поехал извиняюсь единственное что в этой игре когда меня неудобно это то что ездить нужно с помощью стрелочек мыши фу мыши стрелочкам клавиатуре я почему-то больше привык ездить с помощью в sd но ничего я думаю это не критично можно под это подстроиться если кто не знает хотя я думаю знаю все но здесь можно когда ты приезжаешь первый привозишь груз первый среди своих конкурентов которые тоже груз ты получаешь лицензию на найм можно нанять работником который будет работать на твою компанию приносить тебе деньги что в принципе на то время это было очень круто кстати у нас уже появился товарищ он 2 мы первое по карте у нас что-то слишком шустро догоняет вот получать лицензию нанимаешь работников они на тебя работе просто тебе деньги и цель игры это соответственно монополизировать полностью весь рынок грузоперевозок чтобы не помню то ли чтобы сто процентов то ли 90 чем-то процентов принадлежала именно вам и в принципе тогда игра пройдена насколько я помню можно со своими водителями меняться местами то есть грубо говоря перри переселение душ скажем так на это немножко аркадное это не совсем уж симулятор но опять же повторюсь на то время это было просто обалденнейшая зашибительная игра к сожалению после этого вышла дальнобойщики 3 я еще помню на то время канале только вышли и пробовал играть но мне не понравилось не помню почему что-то мне не понравилось самим давайте немножко 4 все-таки мы шутку вот мне тогда мне понравилось очень сама постановка в кабине как ты сидишь может это можно бы конечно настроить читай как-то если честно ожидал большего то есть я думал если во второй игре сделали так обалденно в том плане что и по вау можно строить свою империю можно нанимать водителей можно участвовать в гонках так далее как далее вот это наверно классно сейчас делают третью ну как 2 3 дальнобойщиков там наверно вообще будет супер пупер там вообще что-то невменяемо классно но не знаю как по мне получилось не очень может конечно играю нашла своих фанатов но не для меня по крайней мере а вот дальнобойщик 2 с удовольствием погонять я с удовольствием ее пройду и сниму по этому поводу серию сплеев я надеюсь кому-то будет приятно посмотреть вспомнить старую добрую игру я что-то уверен что все практически не играли а те кто не играл то я думаю с тех или не существует через эту игру прошли точно все так переозерск прямо красный свет ментов не вижу делаем вот так вот вот так надо бы включить фары но если честно я не помню как это делается может это буквально лайт предсказуемо если почему-то я сразу вспомнил как включается зеркало сейчас на штрафа ну блин 250 макс сразу вспомнил по включайте зеркало как включается карта вот что-то за фара и не мог вспомнить также здесь присутствует тюнинг можно там наверно себе двигатель или поставить колеса и по проходимости точнее чтобы они лучше были там по городской дороге бездорожью существуют потом в одной из серии обязательно когда возьмем массовый груз на алмаз алмазный как он называется не помню если честно возьмем туда груз и обязательно найдем тот потайной ход через заброшенную шахту которая там есть вот обязательно возьмем туда груз и при проедем через ту шахту кроме путь может кто не стал хоть я думаю узнать опять же все что-то меня занесло а тем временем уже гонки на шесть человек ну конки за первое место по доставке груза и конечно тут есть гонки на кольце там как гоночная трасса блин еще начался дождь вот есть там еще гонки но на них пока участвовать не будем все-таки будем стараться проходить игру именно как монополист захватывать компании создавать свою я себя угол такого орла или сокола не помню что там на фоне синим таком хотя как сначала выбрать розы но это было как-то по-пидорски поэтому как бы пришлось брать рала хотя тоже голубой фон тоже по-пидорски но лучше уж пусть будет орел чем роза потому что в смысле или этой свои габариты не понял или это просто парни ударил в общем неважно у меня простит камаз нам сигналит принципе мы уже в приозерске уже почти доехали погода ужасно бандиты поехали кстати по поводу бандитов по поводу полиции лично в этом плане считаю реально реалистичная игра то что полицейским можно точнее милиции можно дать взяточку правда не всегда берут но почему-то я всегда получалось угадывать по роже полицейского точнее милиционера берет взятку не берет болин да сколько же штрафов и нацеплял жесть просто просто жесть надо выключить дворник мне не нравится что то что я слишком медленно еду мне кажется меня могут издрючить какой-то после дождя теперь культур ураган начался и ветер щедро радует глаз это что такая старая так приозерск прямо полиция хорошо что меня не обратили внимание так налево через 300 метров наша наш приозерск это наверное вот тут как я понимаю да это вот здесь мы первая да так срок действия 7 минут вы заработали 5 вот смотрите в алмазный алмазный аж 19 тысяч дают но туда пока не бросимся на абразуру так в бухту корабль меня в бухте до хлеб залез можно ребята она южный ничего не ма нижнегорск давайте на пустую сгоняем поглядим чё там это кстати клавиатура рейтинг и понятно что этот наши деньги 44000 моя компания рация ладно я думаю пока у нас есть 44000 может пока еще у нас плюс есть лицензия попытаемся сразу кого-то менять к нам на работу ну по-крутому что делаешь то что делаешь вот смотрите что творится вообще машина не побит с какими такая вот тут по ходу стоянка должна быть тут заправка где-то здесь должна быть стоянка на которой потом ищет работу так нет тут продается только mercedes работу здесь никто не ищет ладно давайте попробуем за 6 минут быстренько вернуться в южный вот сейчас попробуем быстренько вернуться в южный по пути как раз проскочим две стоянки может там кто-то ищет господи может там кто-то ищет работу в принципе я думаю кого-нибудь в какую-нибудь парнишку или девчонку на газели если вам себе позволить гонять блять менты сразу не патрульных машины давайте быстрее обратите внимание на его берцовки такие модные хорошо все красный свет 1660 ты что вот вы чудите пять минут я не успею доехать на кольце через 18 минут будут гонки нет не поедем не поедем на кольцо не хочу не буду ментов обгоняем вот вот когда стали я блин привозит грустно на 5000 уже на штрафа где-то тысячи три с половиной точно потерял не я наверное за четыре минуты никуда не успею доехать хотя бы успеть бы да я извиняюсь хотя бы успеть бы доехать до тех стоянок которая перед южным уже было бы хорошо ты не хочу чтобы они мне опять штрафовали сброшу немножко кстати здесь менты очень жесткие от них практически не уйти ну как практически их не уйти скажем так от них не уйти потому что они и стреляют по машине и выкидывают шипы на дорогу ну то есть но зато от них можно попытаться откопиться у меня заканчивается бензин почему-то я не знаю почему его так спалим когда я успел это сделать ну раз успел значит успел все что поделаешь то насто ложка заправка наверно далеко если не успею доехать то придется или называть 911 тут это служба спасения хоть мы находимся как я понимаю в россии ну она служба спасения на 9 на 1 как в америке погода опять начинает портиться у нас тем временем осталось три минуты ну я думаю я дотяну я думаю что и дотяну то заправку стоянку вот этой а до заправки наверно вряд ли опять начался дождь вот такой бы газельку себе купить или менять газельки быстро и юрки на самом деле знаете это из-за скользкой дороги на самом деле если взять газельку и навернуть ее по тюнингу в том плане поставить там форсированный двигатель там все дела то она даже с грузом плет больше сотки 40 но вот на таких ухабах конечно не приходится не сладко если фига стоит радар если такие ухабы тут быстро захочешь не полетишь гром все серьезно ребят как минута 40 первая стояночка кайман 46000 на каком-то каймане грёбаном хрень ты арту дальше поехали есть кто-то на нормальном грузовике каком-нибудь хотя бы на херме того рода на джипе нанимать скажите мне пожалуйста так ох ты 87000 а тут кайман продается ой сколько у меня денег 42 моего в любом случае в любом случае ребята я не могу нанять ни того ни того денег не хватает через 52 секунды заканчивается моя первая лицензия поэтому я думаю будет более логично заехать на тихо 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 заехать на с заправиться заехать в южный и брать оттуда груз какой-нибудь и ехать конечно жалко что такое бензин пищит бензин как я понимаю сейчас терпи зелок терпи я уже почти подъехал почти уже подъехал нужно на парах просто все заглох ребят обалдеть вон заправка докачусь докачусь ребята докачусь так ух ты значит хочу еще такое но у меня свернула обалдеть обалдеть ребята это жесть меня свернула почему-то у меня стал очень маленький экранчик ну и как не подтвердить я до полный баг окей на сяне пищи я заправляю тебя поехали завести машину а как мы заправили полный баг x может попробовать потом заехать следующий серийное стол и попробовать прокачать свою тачку искать тачку на прокачку но кстати от южного есть недалеко от стола вот я разогнался достали пора вставляли свой радара на каждом углу на каждом шагу что это вообще такое происходит так урод на джипе пропускает узелок учиться ну уже почти подъехали к южному да ну елки-палки я же сбрасывал ну хорошо сколько что-то такое ну че издеваетесь на 5000 да отъедь обалдеть блин 9 1 1 я нет вы знаете нет слов одни эмоции да вы издеваетесь еще на 5000 нет уже на 2 спасибо тупо сейчас на ровном месте меня полинял на 9000 примерно потому что это моя чудо любимая игра на просто просто-напросто баганула все жесть кто тут у нас вольво о юру бы на газели нанять стоит он всего 14000 эх юра юра вот такая дура где же ты был я блин потерял только что миллион денег ну конечно ладно в следующей серии нагоню попробую нагнать по крайней мере всем спасибо за просмотр если вам понравилась эта игра или даже не понравилась ставьте лайки или дизлайки подписывать наш канал до новых встреч а а и и и и и и